Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трудовая неделя главы Анапы традиционно началась с приема граждан по личным вопросам. Сергей Сергеев выслушал предложение предпринимателей и ответил на вопросы жителей курорта. Каждому заявителю даны подробные разъяснения. С вопросом об установке рекламного баннера на прием главы пришел предприниматель станицы Анапской. Вреша Сипян занимается прокатом автомобилей. Бизнес не стоит на месте. Все-таки известного двигателя торговли не хватает. Со слов коммерсанта, все документы на предпринимательскую деятельность и установку конструкции у него есть. Сергей Сергеев подчеркнул, что действовать здесь можно только в рамках закона, а значит, заблаговременно готовить и подавать на рассмотрение комиссии документы. Если это было сделано, то вопрос должен решиться. Ольга Андрейченко озвучила предглавой тему улучшения жилищных условий. На учет как нуждающийся. Анапчанка встала еще в 1996 году. Затем во время перерегистрации очереди не предоставила необходимые документы. Восстановить данные почти 20-летней давности можно только обратившись в суд. На этой неделе заместитель главы Анапы Алексей Харитонов провел заседание межведомственной комиссии. Главный вопрос на повестке дня – борьба с сорной растительностью на территории города. Наступает период активного роста цветения аброзии, пыльца которой вызывает сильные аллергические реакции. Всем здравницам и частным предпринимателям нужно уничтожить этот и другие сорняки на своих территориях, постановил муниципалитет Анапы. По итогам ежедневных рейдов в сфере торговли сотрудники администрации, управления торговлей и полицейские зафиксировали десятки нарушений. Контрольную закупку алкоголя не прошли несколько магазинов и торговых точек в Анапе. С вступлением в силу нового федерального закона, запрещающего розничную торговлю спиртным на розлив, нарушителей, работающих по старым правилам, оказалось много. Профилактические проверки прошли и в курортных поселках. Соблюдение закона Краснодарского края 29.80 об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков провели в селе Витязева. Группа специалистов управления торговлей городу-курорта Анапа, отдела УВД Анапы и управления по виноградарству и виноделию алкогольной промышленности Кубани провели мониторинг торговых точек в районе Джиметэ. Нарушение закона выявлено в кафе «Общество с ограниченной ответственностью Олимп». Вино здесь разливается и продается в пластиковых бутылках, что является нарушением. Продавец кафе пытался спорить с проверяющими, но с законом спорить не стоит. Полицейские составили протокол административного нарушения на юридическое лицо. Размер штрафа в данном случае от 50 до 100 тысяч рублей. Проверки торговых точек по соблюдению новых требований краевого закона продолжатся. В Анапе проверяют законность подключения к электроэнергии. В центре внимания объекты торговли, гостиницы, санатории и частные домовладения. Факты безучетного и бездоговорного потребления стратегически важного ресурса будут пресекаться. Для нарушителей предусмотрены немаленькие штрафы. Крайние меры станут отключение от электросети. Проверки в течение двух недель проведут специалисты Кубани Нерго. В первую очередь контрольные мероприятия пройдут в тех районах, энергосети которых больше всего перегружены и где зафиксированы наибольшие энергопотери. Не останутся без внимания энергетиков объекты, где часто выходят из строя трансформаторные подстанции. Оснащение пляжей, организацию работы спасательных постов и качество очистки песка проверила межведомственная комиссия. В состав проверяющей делегации вошли представители властей курорта и депутации законодательного собрания края. Одно из главных требований ко всем пляжным территориям – безопасность. В первую очередь комиссия осмотрела центральный пляж. Нарушений замечаний не сделали. Спасательные и медицинские посты оборудованы по всем нормам. Батуты установлены легально, с разрешительной документацией, а значит аттракционно безопасны. Следующими на очереди стали пляжные территории сельских округов. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края по итогам проверок обсудили вопросы повышения качества услуг, предоставляемых на пляжах, обеспечения безопасности. По результатам работы в Анапе законодатели Кубани намерены усовершенствовать нормативную базу в этой сфере. В Анапе в пляжный патруль вышли сотрудники молодежного центра 21 век. Волонтеры наблюдают, как организован отдых юных гостей курорта. Несмотря на то, что на каждом оборудованной пляжной территории дежурят спасатели здравниц, дети не должны оставаться без присмотра взрослых. При выявлении таковых задача выяснить все обстоятельства пребывания детей в Анапе. В каких здравницах или пансионатах они остановились и кто сопровождает группу. Пляжный патруль – мера профилактическая. Вести такую форму работы властям Анапы пришлось после выявления факта незаконной организации детского отдыха на курорте. Недобросовестные предприниматели, подпольно занимаясь приемом несовершеннолетних отдыхающих, подвергают их жизни, здоровье и опасности. Патрулирование пляжных территорий на курорте продолжится до конца курортного сезона. Мониторинг баз отдыха, автокемпингов, частных пансионатов и гостиниц, проводимый по поручению мэра Анапы, принес результат. На территорию курорта рейдовые группы администрации выявили факты пребывания детских групп в местах для этого непредназначенных. Проблему обсудили на Совете безопасности при главе города-курорта. Подробную информацию о руководителях выявленных учреждений и условиях содержания детей представила замглавы Людмила Мурашова. Незаконная, по сути, деятельность, стоящая опасность для здоровья и жизни детей, осуществлялась под предлогом проведения турпоходов, организации спортивных тренировок. При этом требования пожарной безопасности, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил по большей части организаторы такого подпольного отдыха игнорировали. Уведомления об этой деятельности не получали ни в администрации Анапы, ни в правоохранительных органах. Анапский межрайонный прокурор Максим Злобин сообщил, В суд направлено 4 исковых заявления, 2 из них о запрете деятельности автокемпинга на Пионерском проспекте и частной базы отдыха в Пятихатках. Еще 2 исковых заявления направлены в суд с требованием устранить выявленные в ходе проверки нарушения. Мониторинг учреждений санаторно-курортного комплекса, а также частных объектов размещения отдыхающих в Анапе продолжат. К работе по выявлению неучтенных групп детей привлекают волонтеров. Сотрудники молодежных центров города-курорта ежедневно патрулируют пляжи. Наблюдают за порядком, но главная задача такого патруля при обнаружении детей, находящихся без присмотра взрослых, выяснить все обстоятельства их отдыха в Анапе. На вооружении муниципального предприятия объединения курортных услуг, обслуживающего Анапские пляжи, появилась новая техника. Машина для оборонования песка делает чудеса. После нее золотой запас нашего курорта становится пушистым и свежим. Санитарно-очистки пляжей задействуют современную технику. Накануне на вооружении УМУ по объединению курортных услуг появилась новая машина. Ее изготовили по специальному заказу администрации города-курорта. Благодаря новой технике песок становится рассыпчатым и пушистым. По словам специалистов, обслуживающего пляж на территории предприятия, многие отдыхающие отметили качество взрыхленного сыпучего золота. О свежести и чистоте песка уборщики пляжей заботятся с вечера. Вся техника работает в утреннее и вечернее время, пока нет отдыхающих. Новая машина за 3-4 часа обрабатывает до 8 гектаров территории. Также все пляжи Анапы оборудованы урнами для сбора бытового мусора. Его выемка производится трижды в день. Все учреждения санаторно-курортного комплекса, эксплуатирующие пляжные территории, в обязательном порядке работают по договорам со специализированными предприятиями по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. Ежедневно сотрудниками администрации Анапы в городских служб производится мониторинг пляжных территорий и контроль за исполнение мероприятий по санитарной очистке. Безопасность детских перевозок и такого развлечения, как джипинг, проверили сотрудники роты ДПС. Операции провели в селе Суко. Услуга джипинг пользуется спросом у любителей экстремального отдыха. Если бы гости курорта и активно отдыхающие новчане знали, насколько экстремальна эта услуга на самом деле, многие отказались бы от острых ощущений. Роль джипов, как правило, выполняют автомобили УАЗ и НИВА, переоборудованные без согласования с сотрудниками ГИБДД. Часто предприниматели, предоставляющие услугу джипинг, игнорируют госстандарты и переделывают автомобили самостоятельно. За такие нарушения предусмотрен административный штраф и требование об устранении неисправности. В последующем при таком же нарушении наказание грозит арестом до 15 суток. Но штрафы и аресты явление временное и незначительное по сравнению с риском для жизни и здоровья туристов. Еще одно проблемное направление – детские перевозки. Перевозчики обязаны организовать безопасное передвижение автобусов с организованными группами детей. При проверке сотрудники ГИБДД и ДПС обращают особое внимание на путевые листы с отметками о прохождении предрейсового медосмотра водителям и техосмотра транспорта, использовании ремней безопасности и соблюдении режима труда и отдыха. Правила простые, и именно их соблюдение может спасти жизнь. Инспектры РОТ и ДПС напоминают водителям и предпринимателям об ответственности за жизнь людей, которые воспользовались предоставленными ими услугами. Очередное плановое учение провели сотрудники пожарной безопасности на базе отдела МВД в Анапе. Отработали легенду учения с отличным результатом. Сигнализация сработала четко, эвакуация находящихся в здании людей началась незамедлительно, а дежурный сигнализировал АЧП по номеру 01. Так начались совместные учения пожарной охраны города-курорта с отделом МВД. Пожарные расчеты прибыли, уложившись в нормативы времени. Поставленная задача перед пожарными – локализовать место возгорания, проверить здание, если бы требуется произвести эвакуацию людей, что и было сделано при помощи пожарной лестницы. По результатам учений, времени и отработанным навыкам сотрудники пожарного отдела и отдела МВД доказали – к чрезвычайным ситуациям готовы. На этой неделе наша съемочная группа познакомилась с анапчанками, влюбленными в свой город. Группа активисток проживает в доме номер 2 по улице Горького. Когда во дворе пятиэтажки поставили гаражи длиной с четырехподъездный дом, местные жители огорчились. Все время перед глазами стена. Замкнутое пространство настроения не прибавляет. Гаражи, построенные на законном основании, снести их нельзя. Галина Денисова нашла сказочный выход. Пригласили спонсоров, наняли специалистов, и те расписали стену сказочными персонажами и героями мультфильмов. 23 года она бессменный домком. Ее первые надежные помощники, старшие по подъездам Надежда Морозова, Нина Родионова, Тамара Шамрай. Все ветераны труда гордятся своим домом, который выходит фасадом на театральную площадь. Они зорко следят за чистотой и порядком во дворе и подъездах. Расписанную художниками стену, героями добрых советских мультиков, они даже охраняют, чтобы хулиганы не дорисовали чего не нужно. Главное, теперь взгляд не упирается в глухую стену, а отдыхает. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Воездной прием граждан провел глава Анапы Сергей Сергеев в курортном поселке Суко. Будьте добры предъявить документы для проверки и не препятствуйте работе сотрудников правоохранительных органов. Анапчане стали победителями в президентских состязаниях. Фотоконкурс продолжается. Интересные фото в красивых местах Анапы путевка на отдых в анапских здравницах. Ярым болельщикам большого футбола, что выходные нам готовят. И сейчас обо всем подробнее. Глава города-курорта Сергей Сергеев и его заместители провели выездной прием граждан. Не все жители поселков и хуторов могут добраться до города, чтобы обратиться к властям с той или иной проблемой. Поэтому выездные приемы стали правилами эффективной формы работы с населением. Правым возможностью обратиться к мэру лично в четверг воспользовались жители Субсекского сельского округа. Сергей Сергеев принял 9 человек. Жительница села Большой Утриж Галина Макарова рассказала главе о жизненной ситуации, связанной с оформлением в собственно земельного участка. Как это нередко бывает, пожилая напчанка не уживается с дочерью и, чтобы не обременять родственников, стремится жить отдельно. Участком пользуется с 90-х годов, но не может юридически его оформить. Обращение в суд не принесло результата. Сергей Павлович поручил своему первому заместителю Светлане Яровой тщательно изучить вопрос и оказать юридическую помощь заявителю. Просьбы Валентины Сайкиной касались жителей четырех многоквартирных домов в Киблерово. В кассе РКЦ принимают не все платежи за коммунальные услуги. Для расчетов с управляющей компанией приходится выезжать на почту или отделение банка. Пожилым людям сложно. Глава Анапы пообещал посодействовать в решении вопроса, а также рассмотреть возможность устройства пешеходного перехода к автобусной остановке в Киблерово. Руководитель ТОСа номер 142 в поселке Малый Утриш Василий Литвинов поделился с Сергеем Сергеевым сложностями в своей работе. Основная вывоз мусора заповедной территории «Не секрет Малый Утриш» своей природной красотой и удаленностью от городской суеты привлекает туристов-дикарей со всей России. Отдыхать там любят многие, а убирать за собой единицы. Глава курорта и общественник обсудили возможности решения этой и других существующих на территории проблем. Сергей Сергеев поставил на контроль озвученные заявителем вопросы. «Побывать в Просторном, чтобы на месте изучить проблемы и принять важные для жизни поселка решения» – главу Анапы попросила Людмила Юрова. Одна из поднятых ею тем – ремонт местного клуба. Сергей Павлович пообещал не оставить просьбу без внимания. Клуб – центр проведения досуга детей и молодежи. Оставлять просторный, без культурного очага нельзя. Еще один немаловажный вопрос – закрепление профессиональных кадров в сельской местности. Людмила Юрова рассказала о врачах, работающих в Просторном, и содействии главы в решении их же личного вопроса. Заместители главы Анапы также провели прием жителей Субсехского сельского округа по личным вопросам, каждый по своему направлению. Все обращения поставлены на контроль. Домики с видом на море обнаружили на Витязевской кассе сотрудники управления муниципального контроля в ходе очередного рейдового мероприятия. Зафиксировали факт самовольного строительства. Безотлагательная администрация города-курорта подготовила исковое заявление в суд с требованием приостановить незаконную деятельность и освободить муниципальную землю. Факт незаконной установки деревянных строений на пляже мобильной группы управления муниципального контроля выявили в ходе своей ежедневной работы мониторинга территории курорта. Открывшаяся на одном из участков Витязевской кассы картина весьма красноречива. В метрах 100 от уреза воды расположились так называемые домики, которые, судя по рекламному баннеру, были готовы к сдаче в аренду отдыхающим. На самом деле это бытовки для одного или нескольких человек. Из всех благ цивилизации деревянный туалет и душевая. Вокруг территории горы мусора. За домиками складированы сломанные пластиковые лежаки, разбитые мангалы и стройматериалы. На момент внезапной проверки муниципального контроля в одной из бытовок оказались двое мужчин. Предоставить разрешительную документацию они, естественно, не смогли. И выйти на связь с нелегальным застройщиком тоже. Хотя и хозяин деревянных бунгало вряд ли смог бы найти необходимые документы. Об их оформлении он и не думал, а вот развитие своего нелегального бизнеса продумал в деталях. Судя по находящимся на участке строительным материалам, самовольщик планировал увеличить количество домиков, а также построить торговую точку. Но этим планом сбыться не суждено. Администрация НАПы подготовила и направила в суд исковое заявление о приостановке незаконной предпринимательской деятельности и освобождении муниципальной земли. Контрольные мероприятия управления муниципального контроля продолжаются. По итогам прошлой недели составлено 74 протокола. Зафиксировано 55 нарушений правил торговли, 16 нарушений по вопросам благоустройства и 3 в сфере землепользования. На всероссийских президентских соревнованиях в сентябре Краснодарский край будут представлять анапчане. Школьники гимназии «Аврора» представляли наш город в региональном этапе президентских состязаний и стали победителями. С учениками уже 9 класса познакомились наши корреспонденты. Гимназисты прошли школьные муниципальные этапы. 15 июля стали лучшими в Краснодарском крае. Обошли учеников из шести городов Кубани. По итогам общего зачета анапчане первые. Соревнования очень понравились. Завел много новых друзей. Все были очень общительны. Самым легким для меня оказалось бег на 60 метров. Я это почти не заметил. Также не очень сложными были отжимания, подтягивания. Немного затруднительным был бег на километр. Ученики гимназии «Аврора» стали лучшими в теоретическом и творческом конкурсах. В копилке побед школьников еще и золото в многоборье. Огромный вклад в эту победу внесла Полина Устинова. На беговой дорожке соперников оставила далеко позади. Нужно стараться. Вообще это было не очень сложно, но если бы мы ленились, мы бы не смогли победить. Гимназисты тренировались, отжимались, подтягивались, бегали. Дружная команда уверенно шла к цели, к победе в региональном этапе. Конечно, тяжело было. К этому мы тренировались дополнительно. Ребята думали, что и тяжело будет, и в то же время интересно, потому что мы участвуем в этих соревнованиях первый раз. Ребята молодцы, что как бы нам город доверил, и мы это не упустили, этот момент мы выиграли. Победа досталась школьникам нелегко. Успешным гимназистам по плечам не только золото в спортивных состязаниях, но и победы на олимпиадах по школьным предметам. Первое место на краевых соревнованиях такого уровня, и это очень много значит. И дети и спортивно развиты, и интеллектуально развиты, и вообще у меня очень хорошие дети, которых я очень люблю. Несмотря на каникулы и жаркую погоду, гимназисты тренировки не пропускают. В сентябре в поселке Суко пройдет финал президентских состязаний, на котором анапчане представят Кубань. В Анапе ужесточились проверки перевозчиков. Сотрудники Роты ДПС останавливают водителей такси и автобусов, осуществляющих детские перевозки, и проверяют документы. Проверки того стоят. По реакции водителей на требования сотрудников Роты ДПС остановиться и предъявить документы, легко определить невменяемых и пьяных за рулем. Одни пытаются проскочить на скорости мимо, другие, если останавливаются, плотно закрывают окна и двери. И никак не реагируют на просьбы и требования полицейских предъявить документы для проверки. Самые смелые пытаются угрожать оружием или связями. Неповиновение и игнорирование законных распоряжений или требований сотрудников полиции, военнослужащих в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Администрация Анапы продолжает прием конкурсных работ от жителей и гостей курорта. Призы победителям – отдых в здравницах курорта в период бархатного сезона. В конкурсе, который проходит с 1 июля по 1 ноября, могут принять участие все желающие. Присылайте свои фото с небольшим комментарием на электронный адрес пресс-службы администрации города-курорта Для участия в конкурсе принимаются работы в электронном виде. Фотографии в формате JPEG отправляйте на электронный адрес до 1 ноября. Каждый участник может оставить не более пяти фото. В конкурсных работах должна содержаться следующая информация – фамилия, имя и отчество автора, город проживания, контактный телефон и адрес электронной почты. Название фотоработы, место и по возможности дата съемки. Обладатели трех призовых мест получат возможность отдохнуть в анапских здравницах. Приз за первое место – 10 дней отдыха, за второе – 7 и за третье место – 5 дней. Имена победителей будут объявлены в феврале 2015 года на ярмарке путевок детского и семейного отдыха «Анапа. Самое яркое солнце России». Возможность отдохнуть в санаториях курорта будет предоставлена в мае и в сентябре 2015 года. Бархатный сезон в Анапе – это волшебное, незабываемое время, поэтому осуществите свою мечту, участвуя в конкурсе. Рассказ об отдыхе победителей с их впечатлениями будет размещен на официальном сайте администрации муниципального образования у город-курорта «Анапа». Лучшие фотографии будут представлены на выставке, посвященной открытию курортного сезона 2015 года. Вся жизнь игра анапских футболистов ждут нелегкие выходные. Домашнюю игру и две выездные проведут на предстоящих выходных футбольные команды города-курорта «Анапа», «Понтос» и «Сапфир». Расскажем подробнее, с кем предстоит сразиться нашим спортсменам. В субботу 19 июля состоится матч футбольной команды «Понтос» и футбольного клуба «КубГУ». Игра «Вы и зная» пройдет в Краснодаре на университетском поле. На следующий день, 20 июля, домашняя игра предстоит футбольному клубу «Анапа». На стадионе «Спартак» наши спортсмены встретятся с новороссийской командой «Черноморец-Д». Начало игры в 19 часов. В сезоне 2014 это не первый матч анапчан с соседями. Напомним, первая игра футбольного клуба «Анапа» в рамках открытого чемпионата Краснодарского края по футболу высшей лиги прошла именно с дублерами «Черноморца». Тогда она завершилась нашей победой. Несмотря на то, что соперник «Анапа» имеет на своем счету 7 забитых мячей к 31 пропущенному, недооценивать противников нельзя. Малейшая ошибка может стоить драгоценных очков. На данный момент футбольный клуб «Анапа» находится на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая командам ГНС «Спартак-Краснодар», «Труд-Тихорецк» и «Афипс-Афипская». 20 июля состоится футбольный матч еще одной анапской команды. В рамках открытых краевых соревнований первенства Краснодарского края по футболу на Кубу губернатора 2-я лига «Сапфир» проведет выездную встречу с командой «Ахтанис-Кубань» в Тимрюхский район. Прошлый матч анапских футболистов с командой «Славенск» завершилась с разгромным счетом 7-0 в нашу пользу. Эта победа вывела «Анапчан» на пятую строчку в турнирной таблице. На данный момент на их счету 27 забитых мячей. Приходите поддержать наши команды во время матчей. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазин изделий из камней самоцветов «Тайной медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайной медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В субботу, 19 июля в Анапе будет солнечно. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем плюс 28-30, ночью до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. В воскресенье 20 июля в Анапе солнечно и ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 28-30, в ночь на понедельник 23 градуса тепла. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны 48300 и 48333. КОНЕЦ